Хрустальная вода Лепсинск. Небольшое село в Алакольском районе Алматинской области. Местность расположена в предгорьях Джунгарского Алатау, образовавших прекрасную долину на высоте тысячи метров над уровнем моря. Нетронутая природа так и манит своей изумительной красотой. Многие известные путешественники восхищались живописностью края, называя Лепсинск изумрудом в серебряной оправе снежных гор. А легендарный путешественник Петр Семенов-Тяньшанский, который побывал в Лепсинске в 1857 году, нарек село краем зерна и меда. И действительно, самой природой здесь созданы идеальные условия для пчеловодства. Флора местности необычайно богата растениями-медоносами. Котовник, дягель, душица, дикий лук, эспарцет, зверобой, василек, кипрей, малина, шалфей. В общей сложности несколько сотен видов трав и цветов, которые к тому же обладают лечебными свойствами. Издавна жители Лепсинска занимаются пчеловодством. У нас высоко в горах растет очень много различных цветов. Мед у нас получался целебный, лечебный мед. И его использовали в качестве не только, значит, как лакомства, но и как лекарства. Доказательством того, что наш край всегда славился пчеловодством и нашим медом является то, что, когда был утвержден герб уездного города Лепсинска, на нем было изображено три золотистых улика. Состав лепсинского разнотравного меда насыщен и достаточно редкими растениями. Здесь одно из немногих мест в Средней Азии, где сохранилась дикая яблоня сиверса. Она считается прародительницей всех яблонь. Это еще одно доказательство, что Лепсинск – райский сад на земле. Лепсинский мед обладает исключительными вкусовыми свойствами и богатым ароматом. Это обусловлено климатом местности. Из-за резких перепадов температуры пик цветения разнотравия приходится на июль. И пчелы собирают нектар сразу с нескольких сотен видов лекарственных растений. Небольшое расстояние от Лепсинска, километров 50-60, уже мед не такой. Потому что брали люди у нас мед, увозили своим родственникам, они привыкли к нашему меду. Потом брали другого поселка мед. Вроде бы те же цветы, те же растения, а мед в вкус уже другой. Уже не нравится им по вкусу, по аромату. Ну и раньше даже, когда при Советском Союзе в Москве на ВДНХ на выставке Лепсинский мед стоял как эталон меда земного шара. Пчеловодством в Лепсинске занимаются уже на протяжении 160 лет. И это основной вид деятельности населения. Традиции получения меда передаются из поколения в поколение, бережно сохраняя особые секреты. И места для пасек подбираются наиболее тщательно. Деды занимались пчеловодством. Они приезжали прежде чем поставить куда-нибудь пасеку. Они ночевали там сутками, проводили время, чтобы посмотреть, откуда дует ветер, как дует, чтобы было лучшее развитие для пчел. Пчелы, потому что очень сильно чувствуют микроклимат, чтобы сквозняков не было. Ну и обязательно, конечно, чтобы ключи рядом, вода была, потому что без воды никуда. Ну и эти секреты старики передавали нам, своим детям. Мы передаем своим детям. Данный сорт меда, горное разнотравье, достаточно редкий. Пчелы расходуют его при выращивании своего потомства. И он особенно ценится среди других сортов. Чем выше пасека, тем он насыщеннее и тем больше в нем целебных свойств. Высокогорный мед хорошо восстанавливает иммунную систему, а также повышает способность организма противостоять вирусным и инфекционным заболеваниям. Помимо общеукрепляющих свойств, горный мед используют при насморке, ангине, трахеите, ларингите. Он поможет и при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, заболеваниях печени, повышенной функции щитовидки. Народная медицина рекомендует употреблять высокогорный мед при одышке или головокружении. Нервных расстройствах и бессоннице. И доказательством того, что у нас очень замечательный мед является то, что наши пчеловоды в год трехсотлетия дома Романовых отвезли туда 300 пудов меда нашего и получили знак самого лучшего меда в Российской империи. Наши пчеловоды Мироненко получили вот такие сувенирные самовары с маркой самих дома Романовых. Это вот самовар сувенирный до сих пор сохранился в нашем музее. В 60-х годах наш мед экспонировался на ВДНХ Советского Союза. Туда ездил наша пасечница Букеева. В 67-68 годах имеется вот у нас медаль ВДНХ. А пасечник Куликов собрал за год, вот в пасеке там где-то 150 уликов, он собрал почти 8 тонн меда. Незаслуженно забытую славу эталонному меду решили вернуть местные жители. В 2016 году был построен завод Лепсинск-Венеме, на котором бережно разливают собранный мед, чтобы доставить к столу ценителей. Пчеловоды качали мед, а он просто стоял, и некуда было продать. Накачают мед, некуда продать, не знают, меняют там на продукты, на вещи, на что-то прощее. И не было стимула у пчеловодов. Появился рынок сбыта меда. Мы вот установили цену, и теперь цена ниже этого уровня вообще не падает, только растет. И в связи с этим развивается отрасль. Многие докупают дополнительно пчелосемей, развивают пасеку. Кто-то купил оборудование, кто-то купил технику. У предприятия есть в наличии свои пасеки, а также мед закупается у местных жителей. В Лепсинске этим благородным делом занимаются около ста потомственных пчеловодов. Сомнений в качестве у специалистов завода не возникает. Однако каждая партия все равно проходит тщательную проверку. Мы принимаем мед только с местных пасек. Каждый принятый образец проверяется в первую очередь на влажность. Она должна быть не более 19%, а затем подвергаем полной проверке в лаборатории по 15 параметрам. Органолептика, микроскопирование, анализ на диастазу, примеси, кислотность, реакция на пать и патоку. Данная проверка является только первым шагом. В дальнейшем мед проверяется в районах областной и республиканской ветеринарных лабораториях, а также международных независимых центрах экспертизы. Специалисты тщательно следят за тем, чтобы мед хранился в своем первозданном виде. Продукт не проходит никаких термических обработок. На заводе не используют сахар или какие-то добавки. Закристаллизовавшийся мед, а это естественный процесс натурального меда, раскристаллизовывают по специальной технологии при температуре не выше 38 градусов. Глобальная миссия предприятия – повысить культуру потребления меда среди населения, так как это натуральный энергетик, кладезь витаминов и заменитель всех лекарств. Кроме того, ТО «Лепсинск ВНМ» – первая компания, которая решила поднять индустрию меда на качественно новый уровень. Упакованный мед – это гигиена и гарантия безопасности. А оригинальный и стильный дизайн – прекрасное дополнение к безупречным характеристикам. В данный момент сейчас начали расфасовку этого меда. И за небольшой промежуток времени мы уже достигли таких результатов неплохих. Это Международный конгресс «Опиславия» первое место в одной из пяти номинаций. «Лучший товар Казахстана» тоже первое место из четырех номинаций. «Дарите полезные сладости» – так звучит слоган компании. «Лепсинский мед» в премиум-упаковках – это прекрасный гостиниц для дружеских визитов, а также сладкий сувенир для иностранных гостей и делегаций. Продукция представлена в стеклянных банках, презентабельных коробочках и натуральных липовых бочонках различного объема. Подаренный в такой упаковке мед отразит особое отношение к дорогому человеку. А вкус «Лепсинского меда» даже в морозные зимние вечера даст возможность почувствовать поцелуй летнего солнца. Лепсинск ВНМ 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 Лепсинск ВНМ